Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер все те, кто спорт номер один футбол считает лучшим видом спорта с мячом. Действительно, подходит к концу многие европейские чемпионаты, ну и наш российский чемпионат подошел к своему логическому завершению. Вы спросите меня, кто же стал чемпионом? Если вы еще не знаете, прямо сейчас на наших экранах на телеканале Видное ТВ вы обязательно это увидите. Итак, барабанная дробь и чемпион России сезона 2017-18 годов Локомотив! Да, наши аплодисменты всей команде, всем болельщикам, которые переживали, волновались, которые верили, что Юрий Павлович Семин это именно тот тренер, который приведет команду к чемпионству. Позвольте представить всех тех, хотя вы их знаете уже и без представления, кто вместе с вами в ближайшие 45 минут будет говорить о футболе. Сергей Буслаев, Евгений Воронин, Константин Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, аплодисменты в честь Локомотива у нас прозвучали, а теперь давайте вспомним этот чемпионский путь, который проделал Локомотив. Сергей, а ведь ты не верил, что Локомотив в этом сезоне станет чемпионом, согласись! Нет, не верил, но я поверил в Сёмину. Мне очень приятно, что Сёмин, конечно, в его возрасте, вот ему недавно исполнил 71 год, и он полон сил, дай бог ему здоровья, конечно. И вот своим опытом, я думаю, это победа Локомотива, это тренерская победа. Я много раз это говорил, что есть тренерские победы, есть тренерская победа. Действительно, Сёмин привел Локомотив к чемпионству, очередному третий чемпионство. Именно только при Сёмине Локомотив становился. А, только при Сёмине и не становился Локомотив чемпионов. Получается, Локомотиву надо держаться за Сёмина, как за не знаю что. Поэтому очень приятно, конечно, я очень доволен, потому что Сёмин не чужой человек, и Динамо тоже он играл, пять сезонов отыграл Динамо, так что приятно. Молодцы! Да, что наш отечественный тренер действительно взял чемпионство. Евгений, тебе как болельщику ЦСКА не знать ли, что такое проблемы с составом? Как ты думаешь, Локомотив испытывал проблемы с составом? И вообще, Сергей говорит, что это тренерская победа, это его заслуга, ну, естественно, да. А что можно сказать о составе Локомотива? Да, я думаю, что состав как раз был сбалансированный у Локомотива, но до-балансировало его, это, конечно же, действительно тренер, который успокоил игроков и дал им раскрыться, тем же братьям, да, Мирничукам, которые раскрыли совсем другое, это многие футболисты. С Денисом, который могли уйти и могли, но они продолжали играть и добились того результата, которого добились. Поэтому я думаю, что команда все-таки сбалансирована. Нет, ну, проблема у Локомотива одна, у них нападающие в аренде все практически. Да, да, вот я как раз и хотел сказать про это. Ну, а теперь я хотел бы обратиться к человеку, чья вера, вера в свою команду не оставляла ни на одну минуту, который верил, что у нас будет новый чемпион и он за эту команду болеет. Константин, еще раз привет большое, поздравляю. Спасибо, очень приятно. Ну, давай честно, ведь ты не думал, что Локомотив может стать чемпионом после, там, даже... Третьих, четвертых туров. Да. Ну, если честно, тогда очень хороший ход набрал «Зенит», и о чудо, о счастье победить именно у «Зенита» в этом золотом по-настоящему матче, на котором я присутствовал лично. Я взял «Талисман», это мой родной отец, вот, не знаю, смотрит он сейчас передачу или нет, но, по крайней мере, вместе поддерживали, в том числе и с друзьями, пошли вот так вот семейно. И, вот, честно, я вот присел, когда вот уже по всему стадиону Маринато Гильерми начал нести кубок, и я вот почувствовал вот этот запах чемпионства, который мы ждали долгих 14 лет. В этом сезоне было все. Была горечь поражения, был нереальный кубок Лиги Европы, в котором Локомотив довольно далеко пробился. Конечно же, чемпионство. Подписали мы игрока Идера, в которого никто не верил, в принципе, в которого я сам, честно говоря, не верил. Видел, как он играл поначалу, но это был не игрок уровня чемпиона страны. И я рад ошибиться в том, что это золотой мальчик, можно его так назвать. Да, вот так его уже стал. Это человек, который может, в принципе, сейчас заканчивать карьеру и говорить всем, что я великий. Он забил в финале за португальцев, как мы помним, и вот золотой мяч Зениту. Что касаемо братьев Миранчуков, Алексей Миранчук единственный представитель, который провел все 30 матчей. Брат его на матч меньше. Вот это на этом плацдарме и строилась вся команда, командная игра. Я уверен, что телезритель, который нам дозвонился, тоже смотрел все программы «Грани меча», и у него тоже есть свое мнение. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Зовут меня Джонни. Хочу поприветствовать всех в студии ведущих, гостей. Я рад, что я дозвонился до вас, потому что не могу делать это, как говорится, периодично. Просто хочу сказать, что поздравил всех, как говорится, болельщиков Центрального спортивного клуба «Армия» с заслуженной победой в чемпионате России. Спасибо, Джонни. После «Локомотив». Ну, да. «Локомотив» – «Локомотив». Вот «ССКА» всегда первый. Тяжелый, сезон был, как говорится, непонятный. Но очень радуюсь, что завершился он именно так, когда у меня перед этим был день рождения, и они подарили такой вот прекрасный подарок. Шикарный подарок? Ну, а как нет? Подарок? Второе место, почему не подарок? Нет, я говорю «шикарный подарок». Ну, не слышу. Я говорю «шикарный подарок». Кстати говоря, если вы с Евгением знакомы, то ЦСКА ему сделал тоже подарок на день рождения, победив и выиграв кубок УЕФА. Да, так что армейцы гораздо на подарки. Ну, вот, мы с Евгением знакомы. Евгений, привет большое. Ну, вопросов по поводу куба я задавать не буду. У вас сейчас много других тем для разговоров. Просто хочу всех поздравить. Спасибо. Спасибо большое. Давайте по локомотиву. Да, если можно, Олег, тоже маленькую информацию подготовил. Да, там несколько интересных статей прочитал. То, что Геркус Илья, президент локомотива, сказал, что в эту победу в начале сезона верило только два человека. Это Гарик Игорь Денисов, да, тоже капитан команды совместно с Марина, там они делись вместе, капитанскую повязку. Ну, и второе – это Джефферсон Фарфан, который блистательно провел первый отрезок сезона. Второй чуть-чуть поскромнее. Но, тем не менее, игрок, которого, в принципе, все уже списали. А он, между прочим, один из немногих, кто, можно сказать, в одиночку вывел Перу на чемпионат мира по футболу и заслуженно попал в заявку. Ну, и локомотиву сколько он помог. Да, и локомотиву. Да, последние игры там, да, помощи не было. Там уже другие немножко выходили на первый план. Но… Олег, как заиграл тот же самый Кверквелле при Юрии Павловиче. Да. Да, всегда мы помним, что Малхаса Сатиани – это вот грузин должен быть в составе. И, в принципе, он нашел этого грузина в чемпионский сезон. Команда, которая, в принципе, сбалансирована на всех фронтах. И, в принципе, мне кажется, мало ли у кого повернется язык кинуть камень в локомотив, который он набрал. Азаза Джанаши. Джанаши, да. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Локомотив – чемпион. Добрый вечер. Алло. Да. Вы меня слышите? Ну, еще как. Добрый вечер, уважаемый эксперт. Добрый. Два момента. Сначала про локомотив, который, типа, чемпион. Почему типа? Если бы Муна пришел бы осенью, мы бы были чемпионами. Вот и Динамо сидит там тоже. Зачем они у нас выиграли? Зачем у Спартака мы выиграли, да? Надо было пускай проиграть, и Спартак бы занял второе место. И второй момент. А где спартаковские эксперты? Ну, они, как это, зализывают раны от потери второго места. В запое, похоже. Не знаю, не буду говорить об этом. Ну, ладно, спасибо. Ну, ЦСКА круто. Спасибо. Спасибо большое. Об этом, естественно, таком, как это называется, сейчас модное слово-то. Хайп. Не-не-не-не, когда так все хорошо сложилось-то, да? Об этом событии мы поговорим чуть позже. Ну, а пока еще немножко поговорим, давайте, все-таки, о локомотиве. Потому что, действительно... Это все армится. Да. 14 лет локомотив, да, не был чемпионом. Мы помним, Спартак там, сколько он? 17 лет не был чемпионом. ЦСКА тоже там лет 20, наверное, не был чемпионом. А 42 года не хотите? Сколько? Ну, 76-й год, что ли. Поэтому, поэтому... Пришла пора. Пришла пора. С 91-го, а следующая в 2003-м. А вот статистику возьмите. В какое место локомотив занял в прошлом году? Кто помнит? Ну, мы попали, получается. Если были в Европу, значит, пятая. Нет, они попали в закупка в Европу. А вы заняли какое место? Нет, тоже пятая, да. Там команде ниже. Мотив занял восьмое место, а попал через кубок в Европу. Вот, мы обладатели кубка, о чем я и хотел бы сказать. Восьмое место, а потом чемпион. А? Первое место, потом третье место. Так, Сергей намекает на то, если вы не смотрели турнирную таблицу, тот Динамо, ну, естественно, кто знает статистику, тот Динамо действительно занял восьмое место. Это, наверное, статистика, которая именно этого сезона. Ты можешь еще привести примеры, когда команда занимала восьмое место и становилась чемпионами? Наверное, это единичный случай в чемпионатах России. Ну, не знаю, может, и было. Ну, Олег вот потом посмотрит. Я обязательно посмотрю, хотя, мне кажется, ну, наверное, были такие случаи. А Рубинут с какого места он, интересно, занял? Помнишь, первый раз, когда сказал? Тоже вариант. Итак, давайте вот о чем поговорим. Смотрите, я не зря тебе задал этот вопрос по поводу состава. Мне лично кажется, что локомотив по своему составу, наверное, все-таки третий. Вот мне почему-то кажется, да, по силе, по сбалансированию. Ну, если говорить про нападающих, Олег, как говорил... Вообще, вот общий командный потенциал, Игротский, не на первом месте. Не на первом точно. Мне кажется, первый это Зенит, второй все-таки Спартак, третий локомотив, четвертый Краснодар и только пятый ЦСКА. И опять ты подтвердил мою правоту, потому что не составы именно играли хорошо в этом году, а именно тренерские задумки играли в этом году. Ты видишь, Семин, лучший состав у кого? У Зенита, ну, какой место занял Зенит? Пятый. Я буквально вчера смотрел свежее интервью, где братья Мирончуки там на известном канале, и они задумались, когда спросили, а кто на каком фланге играет. И у них вот круговорот, потому что они меняли позиции, меняли фланги, и в матче вот в одном чисто взятом могли по 3-4 раза поменяться с братом. А вот ушли бы и не стали бы чемпионами. Ну, это уже другой момент. Мне кажется, все-таки здесь важную позицию за Юрий Павлович и настоял на том, что я без братьев условно работать не буду. А Борис Ротенберг стал чемпионом. Борис Ротенберг, да. Ротенберг стал чемпионом. Он, между прочим, Денисов стал чемпионом. Денисов стал чемпионом. Молодцы, молодцы, я ничего не могу сказать. Я не знаю, я небольшой, честно признаюсь, Константин это знает, я не являюсь большим поклонником «Локомотива», в том плане, что в игровом варианте мне больше другие команды нравятся по построению игры, по какой-то заряженности, эмоциональности. Тот же, не знаю, Краснодар мне, например, больше импонирует. Но «Локомотив» доказал, что за счет чего можно побеждать, ну и за счет чего можно дозвониться в прямой эфир телеканала «Видное ТВ». Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло. Да. Сергей, у тебя классная майка, блин. А вот уже не фигня. Все, да. Вот это вот диалог или монолог был? Вот такие они армейцы. Спасибо большое за звонок. Ну, у Сергея не может быть другой майки, потому что в этом году стадион «Динамо» открывается и назовут… Да, обязательно, конечно. Да, то есть уже вопрос решенный, что имени Льва Яшина. Поэтому, ну, весь восемнадцатый год должен проходить и у «Динамо» точно под звездой Льва Яшина. Константин, еще раз поздравления. Благодарю. Молодцы. Вы сделали то, чего от вас, мне кажется, даже болельщики не ожидали, да. Но приятно, очень приятно этому обрадовались. А теперь давайте перейдем к матчам чемпионата России. Тридцатый тур прошел в минувшие выходные. Это был очень интересный, интересный тур. Итак, «Спартак», «Динамо» 0-1, и это подтверждено протоколом матча. «ЦСКА» «Анжи» 2-1. Сложно, но задача выполнена. «Арсенал», «Локомотив». «Локомотив» уже, мне кажется, был на, не знаю, Мальдивах, Бали. «Бартенберг» вышел в основе, да. «Зенит» обыграл последнюю команду со счетом 6-0. «Ерохин» покер. Да, «Ерохин» забил первый в жизни покер. «Краснодар» рубин 1-1. «Уфа» разразилась градом мячей 5-0 против «Тосна». «Ростов» выиграл у «Урала» 1-0. Ну и «Амкар» Ахмат 0-0. Хотя «Амкару» эти очки были, ох, как нужны, в отличие от «немотивированного» Ахмата. Итак, переходим к матчу. «Спартак», «Динамо». Счет 0-1. Друзья мои, я сейчас раскрою вам одну маленькую тайну. Вот два человека, между которыми я нахожусь, являются сторонниками. Один из них является сторонником идеи, что «Динамо» специально выигрывает у «ЦСКА», а потом мы якобы должны были проиграть «Спартаку». Этого не случилось. Сергей, я сегодня увидел ваши объятия. Евгений говорил спасибо действительно всех армейских болельщиков. Илья не сказал, что больше такого не повторится, он сказал. Нет, такого я не говорю. Но действительно поблагодарил команду «Динамо». Если бы вы хотя бы с нами в «Ничью» сыграли, вообще было замечательно. Спасибо большое нашим братьям, команде «Динамо» за то, что они в этом матче со «Спартаком» оправили сознательность, мужество и подарили нам 15 миллионов долларов евро. А Сереже скажи спасибо, слишком много. Ну, за эти 15 миллионов мы еще Сергея, не забывая, обещали накормить шашлыком. Да, 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 да. Было-было такое. Было такое. Сергей, так почему «Динамо» обыграл «Спартака»? А вот опять же. За счет чего? Начало разговора по поводу тренеров. Я вчера очень внимательно слушал интервью Хохлова. Ему задавали вопросы. Вот именно все победы, вот эти над «ССК», «Ничья» с «Рубином», победы над «Спартаком». Обидные поражения с «Зенитом». Да, там на 95-й минуте от «Зенита», но в принципе матч хороший провели они. Это все тактически было разложено тренером Хохловым, потому что, допустим, вопрос был с «ССК», когда «ССК» вышли с двумя защитниками, и «Динамо» на контратаках играла, ловила «ССК», потому что знали, что «ССК» в своем поле будут атаковать. Здесь же то же самое со «Спартаком». Опять они вышли в пять защитников, отдали игру, он говорит, специально отдали игру, знали, что... Он говорит, мы смотрели пять последних матчей «Спартака», видели, как «Спартак» играет. И как «Спартаку» сложно, когда плотная оборона, и он не самая лучшая, мы уже говорили о «Спартаке», оборона, плюс «Вратарь», ляпы иногда делает, и вот этим воспользовались. Просто не воспользовались тем, что моменты не использовали очень много. И Хохлов вот это заметил, что у того же Луценко было несколько стопроцентных, Панченко сколько мог забить, Черных вот выходил один, Ташаев. Ну, в принципе, пенальти не дали чистый, да? Парадокс, да, атаковал, если брать по процентному отношению, больше вроде бы «Спартак», а моментов, голевых именно моментов... Ну, «Спартак» больше мячом владел, даже я бы так сказал. Да, да, вот я не так выразил, да. «Спартак» владел больше мячом, а голевый момент создавал «Динамо» именно на контратак. И плюс, надо отметить, конечно, сыграл феноменально Шунин. Я знаю одного человека, который в «Динамо» знает только Шунина и Генкова. Генкова уже нет, да, а Шунин до сих пор творит чудеса. Генкова нет? А, ну... В «Динамо» точно. Очень рады. И второе, мне понравилось, что «Динамо», конечно, играли с такой отдачей. Я не знаю, там, сбились они, конечно, не с ЦСКА, я думаю, хотя надо помогать, конечно, в клубе вроде как. Ну, вот по поводу «Бились» и по поводу самоотдачи я тебе возражу, но только после того, как пообщаемся с нашим телезрителем. Давай. Добрый вечер. Давай возразим. Алло. Говорите. Алло. Да. Да, здравствуйте. Эльдар беспокоит вас. Хотелось бы тоже послушать вас и свое мнение высказать. Ну, насчет «Локомотива» поздравляю. Во-первых, заслуга, конечно же, Юрия Ишпаловича, как его теперь называют. И мой совет, наверное, вот хотелось бы услышать ваше мнение. Стойко ему сейчас уходить в отставку, так сказать, на коне. Ибо в следующем сезоне, ну, наверное, такой возможности у него уже не будет набрать. Такие необходимые очки, которые он сумел набрать в этом году. Вот. Это раз, первый момент. По «Спартаку» Динамо хотелось бы тоже высказаться. Ну, скажу, начну с того, что Динамо просто не дали бы опуститься опять рангом ниже. Это раз, потому что готовят ТВТБ-арену, и там действительно уже надо, чтобы Динамо было на плаву. Опять же, Динамо скажу, наверное, спасибо, что все-таки они понимают, что между ЦСКА и Динамо есть некий союз, так сказать. Москва, сами знаете, без кого. И по поводу хочется услышать, как вот относитесь к судейству в этом матче «Спартака» и «Динамо», потому что, да, там же и двойку поставили Карасеву, якобы и ручной Карась прикормленный Киннером и все прочее, как говорится, вот в этом разрезе. И вот жалко, вот нету болельщика «Спартака», я бы ему лично задал вопрос, как, как, как можно было не поставить пенальти в тот момент, когда Ребров просто двумя ногами выносил игрока. Вот это раз. И, ну, и, конечно же, всех нас, болельщиков ЦСКА, с серебром. И вот, скорее всего, да, вот одна наша общая знакомая, Татьяна, сказала, что действительно мы этому серебру, Гончаренко, радовались больше, чем золоту ЦСКА. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо большое. Олег, если позволишь, у меня первый вопрос пока свеж в памяти по поводу Семина и следующего сезона. Ну, время покажет, но о чем я, кстати, забыл сказать. Спасибо Эльдару, он перед матчем, за день до матча с «Золотого» с «Зенитом» президент подписал с ним контракт еще на 1 плюс 1. Вот, соответственно, это вот было вот такая вот, и сам Геркус говорил, что это вот была такая вот эмоциональная стряска и, как бы, полное доверие нашему главному тренеру. И вот, соответственно, что и произошло в следующем году чемпионатах. Ну, второй по судейству, да, пока мы Эльдара как раз раскладываем. По судейству, ну, мне понравилось, что даже бывшие спартаковцы, там, и Мостовой, и Червиченко, сказал, что несмотря на помощь Карасева, Спартаку, то есть играл, считай, 12-й игрок, Динамо все равно выиграли у Спартака. Это раз. Во-вторых, мне понравилось интервью Хохлова, который сказал, что в перерыве, когда ребята были заведены, ну, понятно, произошло в конце первого тайна, они пришли в раздевалку, все возбужденные начали смотреть, обсуждать, кричать. Он говорит, так, успокоились, все, забыли про это. Говорит, и уже не вернете вы это все равно, ребята, давайте выходите и бейтесь, хватит. И, в принципе, молодцы доверили. По поводу того, что ты говорил, заряженность на игру Динамо, да-да, чем я с тобой не согласен. Мне показалось, что Динамо играло в свою силу. Они не прыгнули выше головы, они не сотворили какие-то чудеса. Ну, понятно, Шунин пару раз вытащил, но это вратарская работа. Они, мне кажется, играли абсолютно на своем уровне. Немножко не так, Олег. Они выполняли установку тренера. Ты посмотри, как они, каждый знал, каждый, ему он подсказывал. Ты посмотри, как они, когда уходили, когда атаковали. То есть, он все подсказывал. И посмотри, как... Ну, вот и говорили, что называется, реверансы в сторону Динамо. Не, ну смотри, смотри. А когда за три минуты до конца Ташаев упал, да? Ты видел, крупный план взяли, как он дышал. Ну, парень, уже все, на последних это... Нет, я же не говорю, что они не старались. Я говорю, что Динамо не прыгнуло, что вот это вот. А они играли так, как они умеют играть. Ну, они так и должны играть, правильно? Конечно. Он же вчера мне понравился в интервью, он сказал, я их переучил. Вот когда ушел Калитвинцев, да, он же после 12-го тура взял Динамо. Динамо пошло на предпоследнем месте, если мы помним. Вот. И постепенно, постепенно, если взять то, что при Хохлове они всего 4 матча проиграли. То есть, вот с 12-го тура Динамо проиграл 4 матча всего. И если взять те туры, когда Хохлов тренировал, то Динамо должно быть где-то на пятом месте, не меньше. Вот. И что Хохлов сказал? Он говорит, я совершенно другие делал правила, совершенно по-другому тренировку. И говорит, все ребята меня поддержали. То есть, был процесс, говорит, мы стали единой командой. Вот ты же помнишь, я говорил, что выигрывает всегда банда. Вот Динамо становится бандой, понимаешь? Вот они друг за друга. Нет таких игроков, естественно, я согласен, что мы по силе Динамо, ну, да, возьмем честно, скажем, ну, пускай в шестерке, в семерке где-то, да? Ну, где-то так, да. По силе команд, по финансированию, может быть, да, сейчас Динамо скатилось. Но, бывает, команда выигрывает и при таком составе. Ну, еще бы. Вот ты говорил, Локомотив. Локомотив же тоже не самый сильный состав России у нас. Сереж, самое главное, чтобы банда была и администрациями. Нет, ну, согласен, Жень, ну, это самое главное. Хорошо, давайте с другой стороны зайдем по этому матчу. Жень, я не встречал людей, которые так сильно любили бы Спартак, как любишь его ты. Вот. Ильдар задал вопрос, как, каким образом Спартак умудрился потерять очки, когда они были жизненно необходимы? И какие матчи? Ну, значит, жизненно необходимы были очки Динамо. Нет, он говорит про последний тур. Помнишь, Олег говорил, 5 последних туров? Последний тур играл, что Спартака самый легкий календарь был. Самый легкий. Помните, мы говорили? Вот ты говорил. Со все команды, которые были в нише. Опять же, я говорил, что проходных матчей не будет у Спартака. Даже вот если с нишей командой играет, потому что все борются и хотят уйти от стыковых матчей и от вылета. Мы не берем там дерби все равно, а я тебе говорю, что они бились бы. Нет, я не говорю про дерби и прочее. Нет, я говорю про Низ, который тоже старался. Так же, как и старался в последнем туре нас обыграть, да, команда? Сейчас мы об этом поговорим, но прежде всего пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Олег, а вот как можно сделать строку СМС? Можете? Тут так лень звонить постоянно. Для вас любой каприз. Но давайте сейчас, раз уж дозвонились, все скажем. Но это сложно или нет? Трудно сказать, пока не могу сказать. Ну, хорошо. Жень, ты не обижайся насчет Найки. Сделай кипер на Кенфеева. Что сделать на Кенфеева? Спасибо. Трафаретик. Трафарет на Кенфеева. А, да, да. Яшу трафарет на Кенфееву, да, я думаю... И подписать ее у Игоря. Да, совершенно верно. Итак, прям буквально несколько секунд еще по Спартак-Динамо. Динамовцы, мне кажется, выполнили задачу. Они вошли в первую восьмерку. Да, у них не было цели, наверное, попасть в Еврокубки. Да и навряд ли бы, скорее всего, это удалось. Преопределенно, представь, они могли попасть в Варваре. Ну, могли, но все-таки... Когда уже Уфа после первого тайма повелась, это в 3-0, уже Динамо ничего бы там. Да, вот. Но я считаю, что для Динамо попадание в восьмерку это в этом году замечательный результат. Я поздравляю. Спасибо. Да, достойно. Прежде чем мы поговорим, давайте ЦСКА Анжи, посмотрим результат этого матча. Да, матч получился сложный. ЦСКА выиграл с разницей в один мяч, всего лишь 2-1. Был момент, когда и 1-1, и на последних минутах Перекладина спасла ЦСКА. Жень, как сердечко йокало, и как ты узнавал исход параллельного матча. Все намного проще. Когда матч начался, даже еще Динамо не забил, да, а уже болельщики ЦСКА скандировали Динамо, Динамо. Опа. То есть, да, даже такое было. Когда мяч забили, у нас трибуна, у нас центральный сектор. Сразу объявили. Нет, сначала Сарафан и Радио, а потом просто было объявление по стадиону, что матч из Спартак и Динамо, счет изменился. 1-0, впереди Динамо. Но тут овации как все равно, что мы чемпионы. Игроки побежали, игроки побежали. Нет, игроки играли. Я хочу сказать, что если брать... Сложный матч был. Отчасти сложный был. А почему, скажи, Жень? Потому что, понимаешь, опять же, мы то, что говорили, из-за того, что говорил, что сейчас нижняя часть турнира Таблицы, если выигрывая Анжи, грубо говоря, про равных, она могла попасть... Уже выйти из стыков. Да, могла выйти. Поэтому, я думаю, что... Вот поэтому, когда вы говорили про Спартак, да, и говорили о том, что будут легкие матчи... А мы сегодня говорили про Спартак? Ну, а мандража не было. Мандража, в связи с того, что действительно от этого матча зависит тоже многое. Так что надо побеждать. Нет, но я хочу сказать, что уверенность команды, которую она играла, да, вот, не оставляла мне, скажем так... Что ЦСКА победит в этой строчке, да? Ну, были моменты, когда, ну, просто-напросто в последнем моменте, ну, ЦСКА мог забивать дальше, ну, как бы, открывать счет, и просто мяч не падал туда. Ну, вот, когда Витиньо воткнул, там, в принципе, ну, если можно прям так сказать, что он туда залетел, в принципе, было очень здорово смотреть все матчи, ну, как бы, онлайн, да? И мне казалось, что Анжио уже точно не отыграется после 2-1. Да, да, то есть мне тоже... Ой, какие же вы! Только мог какой-нибудь шайной мячик залететь. А вот шайного и хватит. А вот шайной мяч, если бы 2 года назад залетел, бы Ростов стал чемпионом. Вот это вот шайной мяч. И Локомотив, когда Тошич не ошибся, когда защитник Локомотива, кто ошибся тогда, не знаю, там, Пашалич и так далее, и так далее. Когда Тошич убежал, забивает мяч, и ЦСКА чемпион в последнем чемпионском матче, да? Везет сильнейшим. Везет сильнейшим. И нашему телезрителю, который до нас только что дозвонился. Добрый вечер. Да, здравствуйте еще раз. Ильдар Снова теперь более подробно о своем кубе, если позволите. Чуть громче. Что еще раз, простите? Это мы звукорежиссером. Вот, ну, во-первых, да, вот, конечно, скажу спасибо нашим ветеранам, и тому же Вербову, и защитникам нашим, да, легендарственным, которые вот один, кстати, продолжат играть за сборную России, конечно, для чего я не понимаю. Я не понимаю, не пойму, не надо, не надо еще не терпеть подписываться под это дело, ибо его опять, опять начнут опьянять во всех грехах и пропущенных мячах. Ну, это ладно, это отдельная тема. Что касается будущего ЦСКА, да, уходит эпоха, уходят великие игроки, которые вписали себя в историю нашего великого армейского клуба. Но, что, вот, интересно наблюдать, что, я надеюсь, что они вот этот опыт передали нашим молодым игрокам, в том числе и Костику Чаеву, который парень-бедолага, на костылях вышел, вот, да, вот этим вот плакатом, вот, спасибо за поддержку. Это настолько было, вот, ну, действительно трогательно и радостно, то, что парни вот молодые, да, которые просто, они, я надеюсь, что они вот эту традицию армейскую понесут и дальше. Ну, и очень, конечно, хотел бы поблагодарить, конечно же, Вернблума. Понтус – это, ну, реально опора. Это вот опора та, которая, ну, действительно пьется до конца, не жалей ни себя, ни своих ног. Не соперников, да. И соперников, в том числе, вспомним матч в Манчестер-Сити, как он просто снес, я Турет, вот, даже вообще, ну, мягко говоря, выпал в Асаде. Ну, он сразу по-русски заговорил. Он сразу, он не то, что, он уделить, значит, по-русски. Просто вот как-то так. Вот, и хочется, чтобы действительно мы еще раз, ну, еще нашли такого же света, с такими же амбициями. Ну, сейчас как-то якобы там Пестрович что-то где-то, ну, не знаю, что-то как-то такого стеркла мы уже не найдем. Ну, вот, опять же, хочется, вот, чтобы действительно вот эта наша молодежь росла, росла и росла. Ну, а так всем армейским болельщикам спасибо. Ну, еще раз, нас с Серегром. Спасибо, спасибо, всех поздравляю. Ну, а мы напоминаем, что ЦСКА-то второе место. Да, с Лигой Чемпионским вторым местом. Кстати говоря, я вот уже ребятам перед началом передачи рассказывал, я уверен, что многие болельщики ЦСКА знают о том, что ЦСКА за 17 лет подряд выходит в Европу, в Европу, да, в Кубки, в Европейские Кубки выходит. И 6 лет ЦСКА занимает места не ниже второго. И 17 лет ЦСКА, кроме одного раза, никогда не выпадал из стройки призеров. Это говорит о чем, Жень? Самый титулованный клуб России. Спасибо. Ну, подвел, да? Спасибо. Ну, давайте закончим о матчах. Я думаю, Константин не обидится, если мы не будем говорить о матче «Арсенал-Локомотив». Там, в принципе, все понятно. Вот. Вспомним еще одно событие, которое произошло в российском футболе. Мы узнали того, кто стал обладателем Кубка России. И, наверное, это было специально сделано для фильма «Тренер», который вышел на экран. И там тоже и Курский авангард играл, да, правда, в полуфинале. И команда, никому неизвестная, с не очень большими амбициями. Метеорда стал обладателем Кубка. Ну, а у нас обладателем Кубка стала команда «Тосна», победив в финале все тот же Курский авангард со счетом 2-1. Примечательно, что, Олег, я с одним из парней, у меня просто два товарища, один в «Тосна», другой в «Авангарде». Вот, Равиль, который за «Авангард» играет, мы с ним одногодки и вместе у одного тренера тренировались в свое время в детско-юношеской школе. Я ему написал, что немного не получилось, хотя, ну, весь Курск, я думаю, многие болели в этом противостоянии за «Авангард» именно, и команда очень достойно смотрелась. Но вот не хватило. И, в принципе, кто смотрел Кубковую игру, мне кажется, что она удалась. И многие даже писали, типа, как вам кубок, он не получится. На мой взгляд, он получился. Да, вот, другой товарищ в «Тосна», который, ну, он поменьше матча проводит, ну, практически не выходил после перерыва, но, тем не менее, я его тоже поздравил. Вот, кубок есть кубок, трофей есть трофей. Ну, и звание мастера спорта, он только что там делал, погребняк-то радовался, прыгал. Погребняк он травмирован, да. Ты мне скажи, по регламенту, если человек провел матчи на кубок за «Динамо», допустим, он уже несколько матчей провел за «Динамо», там, один или два, погребняк. А потом играет, не играет, а, вернее, сидит на финале, потом выходит. Нет, он играл против «Спартака», Сережа, он получил травму как раз-таки в кубке. Нет, я понимаю, нет, а как? Ой, я не знаю, честно говоря, сейчас я уже не вспомню регламент. В Европе это точно нельзя. Нельзя, да? Да. А в рамках «Чемпионов России» можно. Почему? Потому что были, помните, вопрос, когда кто-то вышел, сейчас я уж не помню, против «Спартака», по-моему, «Тосно» даже, да, игрок, который когда-то там играл в какой-то там автомобилисте в третьей лиге, получил карточку, не должен был принимать участие. Ну, что там история сложная. Давайте не будем терять время, тем более у нас есть еще о чем поговорить. Давайте все-таки взглянем, взглянем на турнирную таблицу, которая образовалась после 30-го тура и вновь скажем, кто у нас на первом месте. «Локомотив» 30 игр, 60 очков. Вообще, мне кажется, замечательная такая статистика. «Динамо» 30 игр, 40 очков. Кстати, посмотрите, разрыв между первой командой, у которой 60 очков, и «Зенитом» 53, всего лишь 7 очков, да, это говорит о многом. Ну и нижняя часть турнирной таблицы, СКА, Хабаровск и «Тосно» улетели, надеюсь, не навсегда в первую лигу, да, ну и Амкар Анжи предстоит сыграть переходные матчи. Матчи, по-моему, 17-го и 20-го, да, 20-го мая. И 23-го. Вы знаете, я посмотрел статистику других чемпионатов. Специально перед программой в Англии Манчестер-Сити набрал 100 очков. 100 очков впервые, да. Впервые, да, 100 очков набрал. Пятая команда, сколько вы думаете? 80, наверное. Нет, 65. Можете себе представить, в Германии, Баварии набирает... Ну, там игр больше-то не забывай. Ну, я понимаю, но все-таки разрыв-то очковый. В Германии 32 очка между первым и пятым. Во Франции 27 очков между первым и пятым. В Испании тоже по 30. А их тоже досрочно стало Барселином. Да, да, да. Ну, то есть, говорит о том, мне лично вот такие чемпионаты нравятся. И, что еще характерно... Ну, после нашей. Из моей, нашей, конечно. Что еще характерно, 4 года подряд у нас сменяется чемпион. Да, это тоже приятно. Это тоже приятно, да, согласитесь. Конечно, конечно. А теперь давайте переходим к моменту. Совсем уже скоро, буквально через месяц, стартует чемпионат мира в России. И главный тренер команды Станислав Черчесов объявил расширенный список, который будет тренироваться и готовиться к чемпионату мира, чтобы из них выбрать 23 футболистов. Итак, кто они? Давайте посмотрим, кого все-таки вызвал Станислав Черчесов. Вратари Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Саслан Джанаев и Андрей Лунев. Какие по этому списку есть предположения? Есть предположение, что Саслан Джанаев травмирован, он может поменять Гильермо. Сегодня я слышал комментарии. Я предположил, что Гильермо тоже, мне кажется. Вот, соответственно, будет маленькое изменение в этой четверке. А там, как я понимаю, из четырех выберут трех. Почему вместо Габулово нельзя Довбню? Да, хотя бы Довбню, Юрченко. Ну, Юрченко, ладно, уже возраст. Ну, 2-31. А Спартаковца того же Сармова, может быть. А Песеков травмирует. Селихов. Ой, Селихов. Я с Олегом хотя бы молодого какого-то вратаряга перспективно. Почему нет? Потому что мы понимаем, что будет стоять. Того же Шулина. Давайте посмотрим по защитникам, которые также включены в расширенный состав. Итак, Гранат, Рауш, Игнашевич, Семенов, Кудряшов, Смольников, Кутепов, Фернандес и Нойштеттер. Ох, если честно, за защиту, конечно, немножко... Еще братья подобавить туда. Вот смотрите, мы все понимаем, что справа будет играть, скорее всего, Фернандес. Ему на подмогу Смольников, да? Рауш с другой стороны. Рауш с другой стороны, с той же стороны и Кудряшов. Гранат, Игнашевич, Кутепов, это центральные защитники, да? То есть, в принципе, мы понимаем разными схемами, ну и плюс, мало ли, что чего может случиться с футболистами. По защитникам скажут, что мне за центр. Я думаю, что Гранат и Игнашевич. Ну да, но Гранат тоже не такой же супер защитник, я считаю, что он и в Динамо был. Ну, нормальный, средний, но защитник не скажет. Ну, если нет другого, если Игнашевич. Я согласен, что нет. Давайте, у нас не так много времени, обсудим полузащиту и тех игроков, которые были вызваны. Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Головин, Антон Миранчук, Алан Загоев, Александр Самедов, Александр Ерохин, Александр Таршаев, Жирков, Денис Черышев и Роман Зобнин. Слушайте, я, честно говоря, такой полузащиты в полном порядке есть из кого выбирать. И даже если один, опять же, разные схемы можно использовать. Да, или схемы другие можно использовать. Да, можно абсолютно. И что меня радует? Миранчуки, молодые, Головин, молодой. Кузяев тот же самый. Кузяев, молодой. Ташаев, молодой. Смотрите, у нас средняя линия. Мы хотели молодую сборную обновлять. Ну, согласитесь. У нас полузащита будет компенсировать защиту. И они, да, они не портят игру, наоборот, они... Да, у них есть что доказывать. Да, и тем более на своем домашнем чемпионате мира. Ну, и смотрим нападающих. Вот тут, как мне кажется, мы и приплывем. Артем Дзюба, Алексей Миранчук, нечистый нападающий. Федор Смолов и Федор Чалов. А Чалов чистый? Да, Чалов, да, чистый нападающий. Смотрите, кого? Какой-либо. Ну, тут он будет забивать. Одна фамилия Смолов, это 100% Миранчук. Скорее всего. А там уже... А Миранчук возможно будет. Либо Дзюба, либо... Вообще в одного могут сыграть даже. Я думаю, в два будут вряд ли играть они, конечно. Два нападающих. Не, ну, какие-то матчи будут, почему? С кем? Ну, с кем? С Саудовской. А вы считаете, давайте быстро у нас прям буквально одна минуточка в эфире. Добрый вечер. Добрый. Алло. Да. Ну, ребят, какие там схемы? Если из группы выйдет, то попадаем на Испанию или Португалию. Какие схемы-то? Ну, и хорошо. Не смешно, просто. А что, мы Португалию не обыгрывали? Спасибо большое. Ну, я не знаю, честно говоря, вот такой... Если честно, боятся, боятся настроя. О том, что выйти, что нам тогда? Не выходить из группы. Ну, о чем мы говорим? Я считаю, что, Аля, кстати, по поводу Саудовской Аравии, что мы сказали, я больше чем уверен, Черчесов не начнет игру в двух нападающих. Это будет один нападающий, и то он, наверное, будет отрабатывать и впереди, и сзади. Поэтому здесь трепетно... А давайте примерно сейчас возложим на себя, на свои плечи состав Черчесова. Вот, Сереж, быстренько давай. Ну, вот так вот. Ну, по вратарю все ясно. По вратарю понятно. Защитники, справа Фернандес. Слева, вот мой вариант. Нет, нет. Наверное, Кудряшов. Кудряшов будет. Центр, Гранат, Игнашевич. В центре кто? Олег, а я бы взял Жиркова поставил на край. Да, кстати, может быть. Жирков был в полузащите уже... Они с Фернандесом бы хорошо были. У него опыт есть, да, и скорость пока еще, дай бог. А Жирков попадет, скажите. У нас два тогда крайних будет бегунки. Да. А по краям он молодых там много. Там и Ташаев, и Миранчук. Там кто там еще там у нас в полузащите? Не хватает, конечно, волнореза. Там полно. Слушайте, а сколько у нас в центре? У нас Загоев, Головин, Гузяев, Миранчук. Забнин. Забнин. Смотрите, сколько у нас. Ну, Сомедов все-таки крайунг. Сколько у нас? Пять человек. У нас шесть мы насчитали в центре. Убирают. Плюс Смолов, плюс Зюба. Это очень сложно предугадать, кто не попадет. Выходит 16 человек против 11. До финала. И тогда мы до финала доходим. Абсолютно точно. Друзья мои, конечно, нам очень хочется верить, что сборная команда России нас, болельщиков, не огорчит, не подведет, а действительно будет биться на полях чемпионата мира с достоинством и до самого последнего финального аккорда. Ну что, ждем, ждем, когда начнется чемпионат мира. Мы делаем небольшую паузу в программе для того, чтобы набраться сил и с новыми силами говорить о уже уверен победах и достижениях сборной команды России. А пока, пока. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин